Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны по какой-то причине, рекомендуем подписаться, поскольку на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «О чем нужно знать, выбирая поддержанный автомобиль» относится к классу премиальных компактных кроссоверов. Эта машина пришла на рынок поддержанных автомобилей буквально совсем еще недавно. Можно сказать, что на вторичке эта машина новичок. Тем не менее, шансов попасть в ваше поле зрения у этой машины достаточно. Взять хотя бы сложившуюся репутацию надежного бренда. Есть ли у этого автомобиля какие-то особенности, которые стоит учитывать при подборе поддержанного экземпляра, мы с вами сегодня и будем разбираться. Встречайте, Lexus NX. Lexus NX в кузове Z10 как модель появился в 2014 году. Эта машина по современным меркам настоящий долгожитель конвейера. Последние экземпляры скатились со сборочных линий в 2021. В 2017 году машина прошла через рестайлинг. Что касается вариантов выбора силовых установок, здесь было возможно три модификации, каждую из которых Toyota вывела как бы в обособленную модель. Lexus NX 200, самая простая атмосферная версия, развивал 150 лошадиных сил при двухлитровом моторе, имел вариаторную коробку передач и привод на все четыре колеса. NX 200T имел на борту турбированную рядную четверку на 238 лошадей, шестиступенчатый автомат и также полный привод. Кстати, после рестайлинга 2017 года индекс модели сменили на NX 300. Ну а NX 300H, то есть гибрид, нес на борту двухсполинолитровый бензиновый двигатель в составе гибридной установки, который выдавал 155 лошадиных сил, плюс два электромотора для передней и задней оси. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска. Это NX 200T, следовательно, до рестайлинга. 238 лошадиных сил, коробка, автомат и 4WD. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину локрасочного покрытия, а также про его сопротивляемость к коррозии. Что касается толщины LKP, то Lexus NX это типичная японская машина. В среднем разброс показаний толщиномера на нем будет лежать в диапазоне от 90 до 130 микрон. Что касается использования легкого металла в конструкции, то по большому счету из внешних кузовых панелей алюминиевый здесь только капот. Крыша, двери, крылья и крышка багажника – обычная сталь. При этом качество локрасочного покрытия весьма неплохое в плане сопротивляемости сколом и мелким царапкам. Что касается ржавчины, то у большинства таких автомобилей с поправкой на их еще относительно молодой возраст по этой части все, скорее всего, будет обстоять благополучно. Но при осмотре понравившегося экземпляра в первую очередь имеет смысл уделить внимание целостности кузова, поскольку достаточное количество восстановленных после серьезного ДТП автомобилей так или иначе уже оказались на продаже на вторичном рынке. Кроме того, не стоит списывать со счетов и повышенную популярность подобного автомобиля у угонщиков. Соответственно, и криминальные машины на рынке также присутствуют. Поэтому при покупке подобного авто смотрите внимательно. Не только на сам кузов, но и на его маркировки. Что касается салона, то опять же с поправкой на свежий возраст автомобилей каких-либо серьезных недостатков по салонному электрооборудованию здесь выявлено не было и с большой долей вероятности не будет. Все, что есть здесь на борту, включая в том числе и многочисленные функции подогревов, электрорегулировок, а также тачпада, работают прекрасно. Кроме того, многие владельцы NX отмечают и весьма неплохую износостойкость материалов отделки. Даже на пробегах в 120-150 тысяч километров салон этого автомобиля еще не выглядит обшарпанным. В качестве исключения можно отметить разве что проблемы с покрытием дисплея центральной консоли на некоторых NX первых лет выпуска. Покрытие банально затиралось, причем происходило это достаточно быстро, после чего монитор терял свой товарный вид. Однако подобную проблему дилеры Lexus в свое время исправляли по гарантии. Да и определяется она элементарно при первом же беглом осмотре салона. Так что каких-либо глобальных проблем, по части, например, сбоев в работе климатической системы, подклинивающих заслонок и необходимости менять мотор отопителя, у этих автомобилей не встречается. По крайней мере, пока. Ну а теперь поговорим про двигатели под капотом Lexus NX. Первым в линейке выступает бензиновый агрегат объемом 2 литра на 150 лошадиных сил. Индекс этого мотора 3ZRFAE. Это алюминиевая рядная четверка с цепным приводом ГРМ, с гидрокомпенсаторами и фазовращателями на впуске и на выпуске. Впрыск топлива на двухлитровом моторе самый обычный распределенный. Можно было бы сказать, что этот двигатель перекочевал под капот Lexus NX из-под капота 40-го RAF, на базе которого он, собственно, и построен. Однако, это не совсем так. Дело в том, что суффикс FAE в данном случае подразумевает наличие на двигателе системы изменения высоты подъема клапана Valvematic. Та самая система, которая стояла на ZR-ах под капотом 30-го RAF, но пропала с появлением 40-го кузова. И в данном случае именно с системой Valvematic и связаны определенные неприятности, которые иногда, но не повсеместно, настигают владельцев подобных автомобилей, причем, как правило, к пробегам под 200 тысяч километров или что-то около того. Как правило, все проблемы, связанные с Valvematic, корнями уходят к проблеме с блоком управления данной системы, который банально теряет герметичность, и вследствие чего внутрь попадает влага, и происходит элементарная коррозия платы. В плане симптоматики, это, конечно, ошибки по системе Valvematic, это горящий чек-энжен, отключенные вспомогательные системы, наподобие системы стабилизации и так далее, и неровная работа двигателя. В самых запущенных случаях, в случае полного отказа блока, двигатель, в принципе, может и не запускаться. В этом случае официалы, конечно, предложат поменять блок целиком, но есть шанс отделаться относительно малой кровью, отремонтировав блок у толковых электриков. Однако не стоит думать, что повально все NX с таким двигателем прошли через процедуру восстановления блока. У большинства владельцев Valvematic работает исправно. Кстати сказать, подобные проблемы касались в основной массе автомобилей, выпущенных в 2014, 2015 и частично 2016 году. На более современных машинах сам блок заменили, и теперь подобных проблем владельцы более свежих NX уже не испытывали. Оставшиеся жалобы скорее относятся к разряду мелких придирок, особенно по сравнению с некоторыми агрегатами от немецких автопроизводителей. В частности, некоторые владельцы жалуются на шумноватую работу двигателя, а также на треск муфт фазовращателей при запуске на холодную. Но, как правило, все это происходит к значительно большим, нежели 150 тысяч километров пробегам. То же самое касается и цепи механизма ГРМ. Вполне возможно, что кто-то и столкнется с необходимостью замены этой самой цепи, но случится это никак не раньше, чем на пробеге в 200+. Из более или менее часто встречающихся вопросов по данным силовым установкам стоит отметить разве что насос системы охлаждения. Так или иначе, достаточно большое количество владельцев подобных автомобилей меняли помпу на пробеге до 100 тысяч километров по причине появления течи. В остальном же 3ZR-FAE это обычный нормальный двигатель, который в заботливых руках отслужит свыше 350 тысяч километров. Единственное, что, несмотря на укомплектованность данной силовой установки вариаторной трансмиссии, многие владельцы отмечают достаточно нескромный аппетит для такого объема и мощности. Порядка 14-15 литров на 100 километров в городском цикле. Вторым и максимальным по мощности мотором для данной модели был двигатель 8 AR-FTS. Это уже более современное поколение двигателей. Это рядная четверка, также алюминиевая, но куда более конструктивно сложная, нежели 3ZR-FAE. Двигатель 8 AR также имеет цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы. Здесь используются муфты-фазовращателей на обоих валах. Но это уже муфты более современные, позволяющие обеспечивать бесступенчатую регулировку. В качестве нагнетателя используется твинскрольная турбина, причем собственной разработки компании Toyota. А вот впрыск топлива здесь необычный. На данном двигателе у нас 8 форсунок. Здесь используется так называемый комбинированный впрыск. В зависимости от режима работы двигателя, впрыск может быть как распределенным, так и непосредственным. И, кстати говоря, топливная система 8 AR-FTS не является такой уж неприхотливой к качеству топлива. Поправкой на наличие турбонаддува, бензин, который необходимо заливать в подобный автомобиль, скорее всего, будет никак не ниже, чем 98-й. Из дополнительных элементов, усложняющих конструкцию этой силовой установки, можно также отметить и интегрированный в головку блока цилиндров выпускной коллектор. Наподобие того, как это выглядит на рестайлинговых Volkswagen Polo с двигателем современным ГРМ. Из дополнительных особенностей, усложняющих конструкцию двигателя, в данном случае можно отметить как интегрированный в головку блока цилиндров выпускной коллектор, так и наличие аж трех термостатов. В конструкции данной силовой установки также присутствует и интеркулер, причем с отдельным насосом системы охлаждения, с электрической помпой. Несмотря на конструктивную сложность, 8 AR-FTS получился весьма надежным двигателем, и по большому счету владельцы подобных автомобилей отмечали разве что выход из строя вакуумного регулятора-активатора турбины, который, кстати говоря, поставляется в запчасти отдельно, и его можно поменять за относительно вменяемые деньги. В остальном же, при условии использования хорошего топлива и качественного масла, ресурс этой силовой установки способен превысить 250 тысяч километров пробега легко. С поправкой на то, что речь идет о достаточно свежих автомобилях, которые, как правило, в среднем накатали порядка 100 тысяч, кто-то больше, кто-то меньше, остаточного ресурса данной силовой установки, вам, как владельцу поддержанного NX, должно хватить с избытком. На несколько лет эксплуатации совершенно точно. 238 лошадиных сил, которые выдает эта силовая установка, в стоке достаточно для того, чтобы разогнать кроссовер с 0 до 100 км в час за 7,2 секунды, что очень даже неплохо при сопоставимых цифрах расхода топлива с двухлитровым атмосферником. Ну а что касается версии NX300H гибридной, то под капотом в составе гибридной установки там трудился двигатель с индексом 2ARFXE, работающий по циклу Аткинсона, выдающий 155 лошадиных сил. И, собственно говоря, 2AR это один из самых надежных и конструктивно наименее проблемных двигателей у современных Тойот в принципе. В частности, этот агрегат трудится под капотом Тойоты Камри, но уже в своей обычной ипостаси. По сути дела, кроме насоса системы охлаждения и на больших пробегах потенциальной возможности послушать звук от фазовращателей при запуске, каких-либо вопросов по 2AR моторам также не возникает. Вопросов по надежности самой гибридной системы к этим автомобилям нет, по сути дела, никаких. Компания Тойота уже давно отработала весь конструктив подобных схем. При эксплуатации гибридного автомобиля помните о том, что система охлаждения у вас две, соответственно, антифриз нужно менять и в контуре основного бензинового ДВС, и в контуре инвертора. И то же самое относится к насосам системы охлаждения, которых также два. В плане надежности гибридная схема давно уже обкатана компанией Тойота и каких-либо сюрпризов своим владельцам не преподносит. В случае проблем с гибридной установкой на этих автомобилях по факту единична. Что касается коробок передач, на базовой модели NX200 с двигателем на 150 лошадиных сил в атмосферном варианте использовалась вариаторная трансмиссия. Эта коробка носит индекс К-114, производитель Aisin. И если вы смотрите автомобиль после 2016 года выпуска, то, скорее всего, каких-либо проблем с этой трансмиссией быть вообще не должно. Ресурс этой коробки, при условии, что вы будете менять в ней масло, как это и полагается, раз в 40-45 тысяч с фильтрами, не допускать перегревов и ударных нагрузок, способен превысить 250 тысяч километров пробега. Вопросов по механической части этих коробок не возникает на протяжении многих тысяч километров пробега. Однако, рекомендация на тест-драйв прислушаться к отсутствию постороннего гула вариатора все же будет. Дело в том, что у некоторых владельцев подобных автомобилей встречалась проблема с износом подшипников конусов вариатора, которое как раз и проявляет себя в виде постороннего шума. Но происходит это, как правило, на пробегах, но никак не менее, чем 200 тысяч километров. Если же вы смотрите подобный автомобиль до 2016 года выпуска, имеет смысл осведомиться у владельца, попадал ли он на отзывную кампанию по замене гидротрансформатора коробки, поскольку на первых годах выпуска случился неприятный казус, связанный с качеством изготовления самого гидротрансформатора. Заклепки на корпусе бывало отрывались, что приводило впоследствии к гарантийной замене всей коробки в целом. В версии 2 литра с трубонаддувом полагалась другая трансмиссия. Это обычный классический гидромеханический автомат серии U661F. Это также эйсиновская коробка, причем, в отличие от пресловутой 660-й серии, которая ставилась, например, на 3,5-чатой Toyota Camry либо на Lexus RX в предыдущем поколении данная трансмиссия оказалась практически полностью излечена от каких-либо детских недугов и, соответственно, проблем с ней с учетом относительно небольших пробегов этих автомобилей пока нет и вполне возможно в будущем не предвидится. Естественно, при условии нормальной эксплуатации автомобиля и обслуживании, то бишь смены рабочей жидкости раз в 50-60 тысяч километров пробега. Ну, а трансмиссия гибридной версии представляет собой все тот же редуктор, который Toyota по принципу его работы именует вариатором. Однако, по факту, это, по сути, планетарная передача с электродвигателями. По сути дела, выходить из строя в ней особо нечему. Что касается полного привода, то на обычных бензиновых автомобилях используется электрическая многодисковая муфта для подключения задней оси, которую можно заблокировать и в принудительном порядке. Каких-либо вопросов по надежности здесь нет. Ну, а для реализации схемы полного привода на гибридном автомобиле, так же, как и на RX 400H, применяется отдельный электродвигатель для задней оси. Поэтому гибридная версия, по сути дела, в обычных условиях это переднеприводный автомобиль с возможностью уверенного старта на скользком покрытии, но никак не внедорожник. Что касается подвески, то Lexus NX это тот же RAV 4 в 40-м кузове. Единственное исключение это амортизаторы, которые на более дорогих версиях NX могут иметь регулируемую жесткость, в отличие от более демократичного собрата по концерну. По схеме исполнения спереди здесь у нас Макферсон, ну, а сзади многорычажка. Нижние шаровые опоры, кстати говоря, на этом Lexus, так же, как и на всех его предшественниках, так же можно поменять отдельно от рычага. Они здесь на болтах. Рулевая рейка самый дорогой элемент любой ходовки, в данном случае электрическая и какой-либо особой хлипкостью она не отличается. По сути дела, компоненты подвески этого автомобиля могут потребовать замены в плюс-минус массовом порядке на пробегах свыше 200 тысяч километров. И пока в большинстве своем покупатели подобных машин не сталкиваются с необходимостью глобальных ремонтов ходовой части. Ну, разве что поменять резинки и стойки стабилизатора. Задняя подвеска в данном случае многорычажная относительно двойные поперечные рычаги и два больших продольных. Соответственно, сайлентблоков здесь достаточно. На их состояние при покупке подобного автомобиля конечно лучше обратить внимание. Но на пробегах до 200 тысяч вряд ли что-то здесь в принципе потребует замены. Также при осмотре, поскольку автомобиль полноприводный, обратите внимание на исправность карданного вала, подвесного подшипника и на сухость сальников редуктора. Как переднего, так и заднего соответственно. Кстати говоря, клиренс у NX составляет порядка 19 сантиметров в нижней точке. Но некоторые штрихи, которые мы увидим под днищем, говорят нам о том, что все-таки автомобиль этот предназначен, но никак не для бездорожья. Помимо низковисящей выхлопной системы и наличия большого количества пластиковых защит под днищем автомобиля, который легко повредит при выезде на серьезное бездорожье, стоит помнить также и о том, что в районе левого порога сразу за задним поддомкратником, за выштамповкой прячутся трубки горловины бензобака, которые можно элементарно повредить как на шинмонтаже, так и собственно при штурме бездорожья. Кстати говоря, сам бак в данном случае 60-литровый и этого объема подобному автомобилю должно хватать с избытком как в городе, так и на трассе. Ну а теперь общие выводы по Lexus NX как по модели. Этот премиальный собрат 4-го RAF в 40-м кузове получился у компании Toyota по большому-то счету ничуть не уступающим в надежности своему более демократичному собрату. В плане качества окраски кузова и стойкости последнего к коррозии все обстоит очень хорошо, по крайней мере пока и мы предполагаем, что в ближайшие несколько лет ситуация эта кардинальным образом не поменяется. Агрегаты под капотом также в данном случае не вызывают нареканий, причем, что удивительно, относится это как к базовой простой версии, так и к более замороченной конструктивно турбированной. Нет вопросов по коробкам передач и по системе полного привода. Ну а электроника по традиции Lexus Toyota образцово надежна. Так что при покупке подобного автомобиля на вторичном рынке за технику можно не опасаться по большому-то счету. А вот за что опасаться следует, так это за отсутствие криминального прошлого у конкретной машины. Этому аспекту приобретения Lexus следует уделять особое внимание. На сегодня это все. Если наш обзор оказался чем-то полезен, понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Кроме того, если вы владеете или владели подобным автомобилем, проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить либо в чем нас поправить, также не стесняйтесь указывать это в комментариях. Ведь людям, которые выбирают себе подобную модель, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Кроме того, если вас заинтересовал конкретный экземпляр автомобиля на подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода этого ролика машина все еще будет находиться у нас в продаже в автосалоне по адресу Новосибирск, улица Фрунзе, 61-2. Узнать дополнительную информацию по автомобилю, включая стоимость, вы можете по телефонам, указанным внизу в описании под видео. Спасибо, что смотрели, хорошего вам дня и до новых встреч. Пока!